3 сентября по всей России проходят различные мероприятия в честь Дня Солидарности по борьбе с терроризмом. Дату стали отмечать после трагических событий, когда в городе Беслане во время торжественной линейки школа номер один произошел захват заложников, в ходе которого погибло более 300 человек. Конечно, это драма, это еще один урок, это еще одно явление в мире мирового терроризма и, наверное, еще одно напоминание для нас в этот день, какую реальную угрозу несет деятельность деструктивных организаций, террористических организаций, то, что они делают по всему миру и продолжают делать. Все государства мира практически с этим борются, этому противостоят. И наше мероприятие, оно частью такой работы, оно разъяснительное, оно просветительное. Сегодня в Северо-Восточном государственном университете прошла встреча руководителя Центра по борьбе с экстремизмом со студентами. Учащимся рассказали о бесструктурных и бесконтактных способах вовлечения в террористическую деятельность с помощью интернета. Современные информационные технологии способствуют развитию не только дистанционных технологий вербовки террористической экстремизмской организации, но и широкому распространению бесструктурных способов вовлечения в террористическую экстремизмскую деятельность. Термин «бесструктурные» в данном случае означает возможность удаленного формирования и стимулирования противоправной активности индивидов или групп без формального вхождения в состав террористических или экстремистских структур. В первое время, когда интернет только появился, были созданы многочисленные ресурсы радикальной направленности. Например, там содержалась литература экстремистского характера, инструкции об изготовлении оружия, взрывчатых веществ и способы совершения терактов. Подобная информация и раньше распространялась, однако с появлением интернета доступ к ней получили миллионы человек по всему миру, и, к сожалению, многие из них использовали эти знания не с благими намерениями.